История, о которой пойдет речь в этом видео, произошла совсем недавно. Она полна различного рода полицейских архивных кадров, но самое интересное в ней – это то, как с помощью всего одной, казалось бы, простой уловки, полицейские настолько ошарашили преступника, что получили его чистосердечное признание. История начинается в 2017 году с мужчины по имени Рэнди Бейкер. К своим 59 годам он прожил непростую жизнь. Долгое время он вращался в криминальных кругах, был привязан к наркотикам, ну и соответственно имел проблемы с законом. Какое-то время он провел в тюрьме, но после освобождения, уже в зрелом возрасте, он прошел лечение от наркозависимости и даже стал выступать как некий консультант, пример для людей, которые также пытались излечиться от наркозависимости. К слову сказать, одним из таких был его племянник, Келли, который видел в дяде пример для подражания. Сам же Рэнди во многом изменил свою жизнь ради дочери, Бетти. Несмотря на то, что он пропустил часть ее взросления из-за того, что находился в тюрьме, они всегда были очень близки. Бетти была его ребенком от первого брака. На момент же, когда произошла эта история, он был женат на женщине по имени Келли Бейкер. Как итог, к 2017 году Рэнди Бейкеру было 59 лет. Большую часть времени он работал консультантом для наркозависимых. Остальное время он проводил либо с дочкой, либо же катался на мотоцикле Харли Дэвидсон, который также был его страстью. Теперь мы подходим к ключевой дате в этой истории, 16 августа 2017 года. 16 августа 2017 года в 911 поступил телефонный звонок. Это была Келли Бейкер, нынешняя жена Рэнди. Она дрожащим голосом сообщила, что ее муж Рэнди лежит мертвый на полу. Прибывший полицейский обнаружил ее сидящей на ступеньках. Она была в отъезде ночью. Сегодня же, вернувшись домой, она обнаружила мужа лежащим на полу в крови. Мужчина лежал в проходе между комнатами. Рядом с ним лежал пакет из местного ресторана. Будто он только что зашел домой и затем что-то случилось. Опросив жену Рэнди, удалось узнать, что у того были проблемы с сердцем. Они начались, когда примерно в 30 лет он получил удар током, ремонтируя розетку. Но употребление наркотиков только усугубило их. Из-за проблем со здоровьем он иногда терял сознание. Причем за последний месяц такое с ним происходило пять раз. Важно отметить, что последний из этих пяти случаев произошел за день до смерти Рэнди. Тогда он потерял сознание, находясь прямо за рулем. К счастью, никто не пострадал. Машина получила лишь небольшую вмятину на левом крыле. Вполне возможно, что и в этот раз Рэнди, придя домой, потерял сознание, ударился головой и погиб. При первичном осмотре полицейские тоже пришли к такому выводу. И он выглядел бы вполне логичным, если бы ни одно но, ни в гараже, ни около дома не было машины убитого. Возможно, Рэнди отдал машину в ремонт после той аварии, которая случилась накануне. Да, это могло быть так, если бы не видеозапись, на которой Рэнди за час до смерти. На машине забирает из ресторана тот пакет, что был найден рядом с ним. Кроме того, его кошелек также пропал. Конечно, это были звенья одной цепи. Но доказывало ли это, что произошел не несчастный случай? Чтобы с уверенностью ответить на этот вопрос, необходимо было дождаться результатов медицинской экспертизы. Однако это требовало времени. Пока же детективы пытались выяснить, кто мог хотеть навредить Рэнди. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Он был очень хорошим кунселем, и он хотел бы менять и помочь этих людей. Он был виноват. Хорошо. Я думала, что это возможно, что кто-то не отрелистся. Рэнди у него есть линия полиции жизни или что-то? Да, есть линия. Но есть линия 5 тысяч человек. Хорошо. Хорошо. Через два дня после смерти мужчины были готовы результаты медицинской экспертизы. Они показали, что в теле Рэнди было два пулевых отверстия. Но странность была в том, что пули, найденные на месте преступления, были разные. Они были выпущены из двух разных пистолетов. Но в чем был смысл этого? Нападавших было двое или это был один человек? Но зачем тогда он стрелял из двух разных пистолетов? В любом случае, ключом к раскрытию этого дела полицейские считали машину Рэнди. Если бы удалось найти ее, то с большой долей вероятности удалось найти бы и убийцу мужчины. Для того, чтобы упростить поиски, полицейские обратились к прессе, что в итоге дало свои плоды. Ведь уже через две недели после убийства Рэнди его автомобиль был обнаружен выставленным на продажу на Фейсбуке. Автором объявления оказалась некая женщина, которая, как казалось, не имела никакой связи с Рэнди. Она сама утверждала, что не знает его и что автомобиль она купила всего три дня назад, также по объявлению. Стоит сказать, что это действительно оказалось правдой. За эти две недели украденный автомобиль Рэнди сменил несколько владельцев. Большинство из них были связаны с криминалом, но в день убийства мужчины каждый из них имел алиби. В итоге, шаг за шагом, отслеживая людей, у которых побывал автомобиль Рэнди после его смерти, полицейские наткнулись на уже знакомое имя. Имя Кэрол Бейкер, старшей сестры Рэнди. Казалось, что это прямой путь к раскрытию дела, но проблема была в том, что у Кэрол также было алиби. Ее подруга подтвердила, что в тот момент, когда был убит Рэнди, Кэрол была с ней. Хотя стоит отметить, что после этого она оказалась очень быстро на месте происшествия, буквально через минуты после приезда полиции. Что ж, вероятно, она не убивала брата. Но при таких обстоятельствах она, по крайней мере, должна была знать, кто это сделал. Иначе как к ней попала машина убитого? Да, это все смотрится логично. Но тонкость была в том, что информацию о том, что первым, кто продал машину Рэнди, была Кэрол, полицейские узнали от уличного наркоторговца. Человека, мягко говоря, с сомнительной репутацией. Учитывая, что сама Кэрол отрицала, что у нее была машина брата, любой адвокат развалил бы линию обвинения на суде. Поэтому полицейским нужно было каким бы то ни было образом получить более весомые улики против Кэрол. Ну и что самое важное, узнать, кто же все-таки спустил курок. Копнув немного глубже, полицейским также удалось узнать, что жена убитого солгала им, сказав, что жизнь Рэнди была застрахована в двух компаниях на общую сумму в 10 тысяч долларов. На самом деле оказалось, что страховых полисов было 6, а общая сумма превышала 120 тысяч долларов. Также детективы узнали, что Келли, жена убитого, и его сестра, Кэрол, были лучшими подругами. Они буквально каждый день часами болтали по телефону. Все это уже потихоньку вырисовывало картину. С большой долей вероятности можно было сказать, что и жена Рэнди, Келли, и его сестра, Кэрол, имели какое-то отношение к его смерти. Но в этом деле был замешан кто-то еще, тот, кто выпустил пули в тело Рэнди. Прослушка разговоров Келли и Кэрол давала лишь сомнительные улики против них. Конечно, они не говорили прямым текстом по телефону о своей причастности к смерти Рэнди. Но тут стоит вспомнить о мотоцикле убитого. После смерти Рэнди его жена отдала мотоцикл сыну Кэрол, парню, которого также звали Келли. Но чтобы не путать его имя с именем жены убитого Рэнди, которую также звали Келли, будем называть его так, как звали его друзья, а именно Грис. Тот факт, что после смерти дяди парень получил его мотоцикл, заставил полицейских подозревать, что именно он был исполнителем убийства. Оставалось самое важное – связать воедино все факты, а еще лучше – получить от кого-то из них признание вины. Казалось бы, это было невыполнимо, но детективам пришла в голову одна идея. С одной стороны, она была очень хитра, но в то же время безумно проста. Настолько, что даже сложно было подумать, что кто-то попадется на эту уловку. Для начала стоит вспомнить, что Келли – жена убитого. На первом допросе говорила о том, что в смерти ее мужа наверняка виновен кто-то из его прошлой, криминальной жизни. Полицейские пригласили ее на новый допрос. Предварительно они распечатали из базы шесть абсолютно произвольных фотографий наркоторговцев и попросили женщину указать номер фото того человека, которого, как она считает, она видела рядом с их домом за пару дней до смерти мужа. Келли указала на фото номер два, добавив, что она на сто процентов уверена, что видела именно этого мужчину рядом с домом. Что ж, полицейские отпустили ее в этот день. При этом пригласив Кэрол, сестру убитого, также на допрос, но уже на день позже. Детективы знали, что Келли непременно позвонит Кэрол вечером и расскажет, что указала на фото номер два, чтобы Кэрол, придя на допрос после нее, также указала на фото номер два, для того, чтобы их показания совпали. Но только что, если на допросе Кэрол, на фото номер два будет уже не тот человек, на которого указала Келли на день раньше, а Грис, собственный сын Кэрол. Как бы это странно не звучало, но такая простая уловка сработала. Кэрол, придя на допрос и увидев под номером два фото собственного сына, решила, что Келли за день до этого сдала его полиции. Такого поворота она явно не ожидала. Ошарашенная таким развитием событий, она рассказала все о смерти своего брата. Келли, Кэрол и Грис действительно были в сговоре. Инициатором убийства была Келли. В последнее время у нее с мужем разладились отношения. Они жили отдельно. Она хотела избавиться от него, получить его дом, а также страховые выплаты. Кэрол согласилась помочь ей в этом, используя своего сына. Его оплатой должен был стать мотоцикл Рэнди, а также 10 тысяч долларов. Сам Грис хранил молчание целых семь месяцев, и только после этого, в обмен на то, что прокурор не будет требовать для него смертную казнь, признал свою вину. Правда, он утверждал, что его заинтересованность была не в деньгах, а он просто хотел помочь женщинам, которые говорили ему о том, что убитый Рэнди настоящий тиран, и он не дает им спокойно жить. Что же касается двух разных пуль, то оказалось, что Грис постоянно носил с собой два пистолета, и возможно, таким образом хотел запутать следствие. Вдобавок к этому стоит сказать, что это была не первая попытка Келли и Кэрол убить Рэнди. Выше мы говорили о том, что в течение месяца перед смертью убитый пять раз терял сознание, в том числе и один раз это произошло за рулем. Так вот, причиной этого были не проблемы с сердцем, а то, что Келли и Кэрол подмешивали ему в еду и напитки разного рода таблетки. В ходе суда Кэрол и Грис признали свою вину. Что касается Келли, то она полностью отрицала свою причастность, даже несмотря на то, что она обналичила чек из пропавшего при убийстве кошелька мужа. В итоге Грис и Келли получили пожизненные тюремные заключения. Кэрол, сестра убитого, была приговорена к 30 годам тюремного заключения, что в принципе в ее возрасте также равносильно пожизненному тюремному заключению. Редактор субтитров А.Семкин